1 сентября на площадке Московского урбанистического форума в гостином дворе прошел профессиональный день цифровой госпиталь Департамента здравоохранения города Москвы. В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, где эксперты из сферы здравоохранения обсудили переход столичных стационаров на принципы работы цифрового госпиталя, которому предшествовал важный многолетний этап создания единой медицинско-информационно-аналитической системы ЕМИАС. На создание полноценной ЕМИАС в поликлиниках у нас ушло примерно 10 лет. В стационарах это случилось примерно раза в 4, может даже в 5 быстрее, хотя это была более сложная задачка, мы сейчас это все хорошо понимаем. И это стало возможным исключительно потому, я на самом деле так считаю, что вы все присутствующие в этой аудитории или почти все принимали в этом участие. Невозможно купить какую-то машинку, раздать всем и сразу начать ей пользоваться, это исключено. Но мы с вами понимаем, что КИС ЕМИАС, стационар, который создан, это базовая вещь на сегодняшний день. Она быстро очень обрастает различным функционалом, к ней присоединились практически все наши клиники, практически все, но глубину идти есть куда. Что же такое цифровой госпиталь? Это стандартизация вообще всего. Это технологическая оснащенность не только компьютерами, планшетами, сетями, но и медицинским оборудованием, и другим технологическим оборудованием. Это мобильность персонала, у которого в руках есть электронный терминал. Это доступность базы данных практически для всех участников процесса. Это интеграция обязательной с поликлиникой и скорой. И, наконец, в последнюю очередь, об этом говорю, это слово, которое вошло в наш переход совсем недавно, о безбумажном. Какие эффекты несет с собой цифровой госпиталь? Это, конечно, совершенно другой уровень и возможности управления клиниками. Внедрение принципов цифрового госпиталя и переход к безбумажному формату начиналось в двух флагманских центрах – городской клинической больнице имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пионерским опытом на форуме делились руководители этих учреждений. Здесь на пленарном заседании такие основные месседжи как бы доводились до сотрудников различных московских стационаров о том, как вообще это задумывалось, как развивалось, через какие трудности все проходили. Мы обсуждали, как коллективы воспринимали вообще все эти события, были какие-то сложности, как вовлекать весь персонал в непосредственную историю цифровизации. Для того, чтобы все проходило нормально, надо, чтобы была измененная нормативная база. И тут отдельно очень серьезно работали рабочие группы, комитет государственных услуг, департамент здравоохранения, юридические службы департамента. Потом это обучение персонала. Оно проводилось на базе кадрового центра департамента здравоохранения по программе «Цифровой госпиталь». Или это внедрение всех этих технологий внутри стационара. Это уже работа непосредственно руководства и персонала лечебного учреждения. Потом это постоянный контроль того, что происходит. Это отчетность, обратная связь. В цифре сегодня находятся у нас и диагностические процедуры, снятие ЭКГ, это работа операционного блока, работа приазной зоны, приемного отделения, лаборатория, аптека. То есть это все находится цифрой. И сегодня эти все процессы, которые сопровождают лечебно-диагностический процесс, они автоматически идут в историю болезни. Таким образом, для медиков, которые лечат больных, освобождается большое количество времени. Работа становится эффективной. И больше, около 30% времени освобождается от введения бумажных медицинских документов. И таким образом, у врачей появляется время для большего общения и лечения больных, а у больных появляется возможность получать медицинскую помощь с большей эффективностью, в большем объеме и лучшего качества. Переход к модели цифрового госпиталя имеют четко сформированные этапы, которые проходили больницы-пионеры проекта. Каждая последующая больница на себе испытывает, что этапов становится меньше, они становятся мягче, и границы между ними сглажены. Но глобально, так или иначе, когда мы начинаем заниматься включением конкретной больницы в проект перехода на цифровой госпиталь, мы проходим несколько этапов или решаем несколько задач. Первый из них, ключевой и основной, это провести анализ тех процессов, которые есть в больнице. Надо сказать, что первые больницы мы проходили в полном объеме, каждое отделение, каждое структурное подразделение. Каждая последующая больница требует меньшего внимания с точки зрения анализа процессов, потому что если там есть те отделения, которые были в больницах предыдущего этапа, то у нас нет необходимости повторно проходить, например, отделение офтальмологии или отделение терапии, базовое отделение, по которому мы уже понимаем процессы. Но если в больнице есть специфические отделения, новые отделения, которых мы не видели, мы туда заходим и также проводим анализ. На площадке Московского урбанистического форума, где были представлены уникальные проекты и выдающиеся достижения столичного здравоохранения, состоялось торжественное награждение столичных медиков, отмеченных благодарностью мэра Москвы за разработку и внедрение нового стандарта экстренной помощи. Благодарности коллегам вручил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.